Ефафа Ефафа Эту часть конференции мы откроем псалмом для славы Божьей, который исполнят братья и сестры общины Панда из Филиппин на английском языке. На русском языке этот псалм называется «Блажен тот дом» номер 429 из псалмов Сиона. Блажен тот дом, в который Ты, Спаситель, вошел как верный друг, как гость святой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мир да пребудет с вами! Дефафа – семья с Иисусом. Так называется наша сегодняшняя тема. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Дефафа», то есть «отверзись», Марка, глава 7, стих 34. «Ефафа» — это греческая транскрипция арамейского слова, его повелительной форме. Иисус использовал арамейский язык, потому что арамейский был языком, обычно используемым евреями в то время. «Ефафа» было всего лишь обычным словом, ежедневно употребляемым людьми того времени. Но восстах Иисуса оно послужило для раскрытия силы и власти Сына Божьего над болезнями. Слово «Ефафа» было и остается словесным высказыванием, выражение во имя Иисуса для тех, кто глух или слеп, духовно и физически. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». «И тот час отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Марка, 7 глава, стихи, с 32 по 35. Декаполис, Дестиградия, был группой из десяти греческих городов к востоку от Иордана, вне еврейского контроля, управляемых Римом. Этот человек был язычником, но в его сердце была вера. И Иисус оказался именно в том районе Галилейского моря. И стих говорит, что люди привели его к Иисусу, потому что он был глухим и заикался. Ему было очень трудно говорить. Впечатляет, что именно на этой территории Декаполиса Иисус совершил одно из величайших чудес, изгнав легион бесов из двух человек, которые жили там с мертвыми в гробах. И бесы попросили у Иисуса разрешения войти в стадо свиней. Они вселились свиней, и свиньи бросились в море. Это причинило большой вред владельцам свиней. И последнее, что Иисус услышал от жителей того города, было, уходи отсюда и покинь нашу территорию. Но Иисус оставил тех людей там полностью исцеленными. И когда Иисус возвращается в эту область, через некоторое время, что Он находит? Множество людей стекалось к Нему, принося больных всех видов, чтобы Он исцелил их. Пророк Изайя уже пророчествовал об Иисусе. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш. Придет отвещение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочет, как олень, и язык Немуа будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Исайя, глава 35, 5 стихи с 4 по 6. В Библии глухота описывается, как сопротивление слышать голос Бога через Его Слово. В Ветхом Завете мы находим пророков, неустанно обличающих это зло. Слушать – это не просто слушать Слово Божье, но слышать сердцем и повиноваться. Это означает поставить себя в положение открытости и служения. Ухо символизирует божественный канал восприятия. В Ветхом Завете слышать Его голос означает повиноваться Богу. Глухие люди – это те, кто отказываются слышать и повиноваться Слову Божьему. Иисус освобождает людей не только от физической глухоты, но, в первую очередь, от глухоты сердца. Этот второй тип наиболее опасен и наиболее трудно поддается исцелению. У этого глухого человека были две проблемы, которые определяли его недостаток в общении. И так устроен мир. Глухой человек не слышит, но еще хуже него такой глухой человек, который не хочет слушать, имеет внешние уши, но и не имеет внутреннего слуха. Бог говорит, и мы часто пренебрегаем его словами и его советами. Этот человек был не только глухим, но и заикой. Мы имеем особенность говорить потому, что можем слышать. Он плохо говорил, имел проблемы с общением, потому что плохо слышал. Язык у него заплетался. У одного неизвестного автора мы читаем. Мы говорим то, что не должны, когда перестаем слушать то, что должны. Чтобы исцелить этого человека, Иисус отделился от толпы и взял его с собой. Он был взят для участия в тесном таинстве с Иисусом. Средства общения этого человека были его глаза. Поэтому любая мелочь могла отвлечь его, если бы он оставался в толпе. Иисус сделал с этим человеком то же самое, что и со слепым из Вифсаиды. Он вывел его из толпы, чтобы исцелить его. То есть показал ему, что если он хочет иметь личную встречу с Богом и быть действительно исцеленным, его нужно отделиться от мира и плоских влияний, которые окружают его. Давайте посмотрим на этот вдохновенный совет. Когда появляется искушение роптать, осуждать, раздражаться, раня окружающих, а также собственную душу, задайте себе глубокий, серьезный, тревожный вопрос. Сумею ли я предстать без порока перед Божьим престолом? Только непорочное окажется там. На небо не попадет тот, чье сердце наполнено земным ссором. Сначала нужно избавиться от каждого недостатка характера. Всякое пятно должно быть удалено, очищающей кровью Христа. И все неприятные, неблаговидные черты характера должны быть побеждены. Иисус призывает тебя выйти из толпы. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17, стих 16. Общество, мир и наше собственное Я часто отвлекают нас, приводят к беспокойству, неверию, слабости, унынию, злословию, оскорблению, разобщенности и недостатку веры. Иисус приглашает тебя выйти из среды всего этого и отойти в сторону, чтобы быть с Ним наедине и принять чудо. По-гречески слово «отделиться» звучит как «кота», что означает «частный, личный». Самые большие победы достигаются в тайных комнатах. Иисус не хотел знать, был ли он чужеземцем, язычником или нечистым. Он просто вложил палец в уши, сплюнул и коснулся языка слюной, посмотрел на небо, вздохнул и сказал «Ефафа». И тот час же человек начал слышать и говорить без труда. Иисус может видеть толпу даже сегодня, но посреди нее Он видит тебя как кого-то особенного и призывает тебя выйти из толпы. Сегодня Иисус остается тем же самым. Он смотрит на каждого из тех людей, которые встречаются на его пути и говорит «Отворись». Настоящий христианин это не замкнутый, изолированный человек, привязанный к самому себе. Он живет не ради собственных интересов. Он не прячется и не действует, основываясь на безразличии. на самом деле, безразличие это отсутствие действий на благо других. Зачем отворяться? Ответ прост. Люди смотрят на нас. Чтобы они, как свидетели исцеления глухого, смотря и на нас, могли сказать, Иисус все делал хорошо. Он сделал так, чтобы глухие слышали, а не мы говорили. Откройся новому, другому, тому, что бросает тебе вызов на этом жизненном пути. Открывайся людям без предубеждений, взгляни на них глазами Иисуса. С безмятежностью и открытостью сердца оставайся рядом, избегая таким образом пустой посредственности, бессмысленной и лишенной любви жизни. Открыться это значит увидеть Божью красоту, запечатленную в жене как в подходящей помощнице, в муже как священнике семьи, в детях как даре Божьем и в родителях, которых нужно почитать, как гласит Пятая Заповедь. Открыться значит примириться с собой и с другими в отношениях, основанных на любви, понимании и принятии. Только таким образом мы преодолеем наши недостатки и склонность думать, что мы выше других. Тот, кто отвергает такое предположение, счастлив. В противном случае он живет в смятении, потому что Дух Превосходства пожирает людей изнутри, отнимая у них покой. Давайте обратим внимание на следующий совет. Я видела, что многие накопили так много хлама у дверей сердца своего, что не могут открыть их. Некоторым надо удалить преграды между собой и своими братьями. Другим, чтобы иметь возможность открыть двери, надо отбросить злой нрав и эгоистичную алчность. У иных перед дверьми сердца лежит мир и не позволяет отворить эти двери. Весь этот мусор надо выбросить, и тогда можно будет открыть дверь и впустить Спасителя. Чего мы ждем, чтобы сделать этот шаг и впустить его? Стоит ли жить посредственной жизнью? Зачем хранить в сердце отходы, которые загрязняют и могут привести к вечной и преждевременной смерти? Мы являемся образом Бога и не можем представлять другое существо. Я знал одного человека, который держал в своем доме столько мусора, что наступило время, когда там невозможно было передвигаться. В результате такого образа жизни он заболел раком от количества загряжняющего и отравляющего мусора в его доме. Чем я рискую, если делаю подобное в своей жизни? Каков будет результат накопления мусора в сердце? Иисус призвал нас быть живым благоуханием для жизни, а не смрадом смерти. Иисус произнес «Ефафа». Одного этого слова было достаточно, чтобы произошло чудо. «Ефафа», что означает «откройся». Как мы можем принести это в нашу жизнь? У скольких из нас до сих пор закрыты сердце, глаза, умы и уши? Если мы требуем, просим, умоляем, взываем к Голосу Божьему об исцелении, о чуде, но в то же самое время не верим до глубины души, что это возможно, тогда мы просто закрыты для него. Отчего нам нужно освободиться? Действительно ли я благодарный человек? И увижу ли я добро, которое Бог творит в моей жизни, в жизни других людей, в моей семье, в мире? О чем Иисус просит тебя сегодня? Откройся! Открой себя для любви, открой себя для служения, открой себя прощению, «Да, открой свое сердце», чтобы он мог войти и творить чудеса, на которые способен только Иисус. Потому что, если ты впустишь Иисуса, то все, чего ты желаешь, произойдет, если только это для твоего блага, для твоего спасения. «Итак, открой себя». Будем смиренно просить милости, чтобы нам не запираться в своих мирах, не быть чужими нашим братьям, как будто бы это не наше дело. Хорошее общение – это следствие хороших отношений, сказал кто-то. В некоторых семьях общение между супругами и между родителями и детьми очень бедное. И все это отражается на нашем общении с Богом. Каким является мое общение как мужа, жены, сына или родителя? И Иисус хочет возвратить нас к общению с небесами, чтобы никакие препятствия глухоты или косноязычия не мешали нам. Повествование Марка подчеркивает, как Иисус посмотрел на небо и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись» Марка 7, 34. Так же, как Иисус, «давайте поднимем наш взор к Отцу, давайте произнесем, что мы во всем полностью зависим от Него». В то же время, там подчеркивает роль тех, кто привели глухого к Иисусу. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Марка 7, 32. В ответ на Слово Божье Псалом 146 призывает нас восхвалять Господа, признавая, что Он верен вовеки, что Он любит и защищает тех, кто больше всего страдает. «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, которым нет спасения. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчуще, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой сион в рот и рот. Аллилуйя! Когда разыгрывается буря, когда волны пытаются поглотить вас в неспокойном море, когда наступает тьма, отныне и надалее всегда помните, у вас есть тот же ключ, что и у Иисуса. Отверзись Ефафа. Пусть Бог даст нам свою благодать, чтобы наши сердца, глаза, уши, умы были открыты для Его безмерной любви. Да благословит нас Господь своей милостью, благодатью и миром. Ефафа. Слава Богу за эти наставления, благодарность брату Адалисио. В окончании этой части конференции для славы Божьей есть общие псалмы, которые многие из нас знают и могут также петь и прославлять Господа. Семья Дель Гадо Месса из Соединенных Штатов прославит Бога псалмом на испанском языке, который называется «Боже в сердцах наших, распалыв огонь, хай горит не сгасне в нас Твоя любовь». Второй псалом группа Мбелкевени и Свазилэнда на языке Зулу в псалмах Сиона номер 192 «Верь так просто, как дитя». После молитва и также через пастора попросим Божьего благословения. Мбелкеви 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 Подписывайтесь на Мбелкеви Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok